Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 марта. День Ефима и Сафрония. День назван в память святого отца Ефимия, архиепископа Новгородского и святого отца Сафрония Премудрого, патриарха Иерусалимского. Отец Ефимий прославился праведной жизнью, который подавал пример другим. Блаженный Сафроний жил, любя премудрость духовную и внешнюю, девственную чистоту сохраняя от отрубы матери. Обе эти добродетели, премудрость духовная и девственная чистота, называются целомудрием. В народе замечали, что к Ефиму и Сафронию прилетают зяблики и чибисы, а кукушка подает свой голос. Наблюдение за птицами в этот день предсказывало будущее лето. Если птичьи гнезда располагались на солнечной стороне, то лето будет холодным, а если в тени будет жарким. В народе существовала такая примета. После зимнего времени, как только услышат кукование кукушки, надо брякнуть деньгами в кармане. Так можно привлечь удачу и богатство. С этого дня начинались работы в саду, обрезка деревьев и прочие работы. Приметы. Если сегодня был туман, снег быстро сойдет. Утром и ночью иней, на следующий день дождя не будет. Если холода прошли, будет теплое лето. Если сегодня порывистый и холодный ветер, весна будет прохладной. Талая вода, собранная сегодня, обладает целебными свойствами. Ее собирали и использовали для лечения, полива растений, стирки, мытья головы и тому подобное. Лебеди сидят на прудах к теплу. 18-е лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, мочевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...